16-летняя Вероника Тришина решила летом зря времени не терять. Пришла и записала в студенческий отряд. Учится в торгово-экономическом колледже. Сейчас завершается ее вторая трудовая смена. Место работы – лагерь мечта. Коллектив большой и дружный. Старшие коллеги помогают, где-то подсказывают. Девушка не только деньги зарабатывает, но и опыта набирается. На вторую зарплату устроила себе шоппинг. Хватила и на подарки родителям. Мы помогаем отдыхающим этого лагеря накрыть столы, помочь каким-то рабочим. Ну так, по мелочи. У нас тут детей много, поэтому работа в принципе тоже нормально. Кроме Вероники, в лагере трудятся еще семь человек. Все они из одного колледжа, поэтому дни проводят весело и с пользой. В мечте всегда рады молодым людям. На каждой смене работают студенческие бригады. Во-первых, это очень большая помощь мне в формировании персонала, кухни и уборщику помещений, так как, как правило, сюда неохотно идут люди убирать, поэтому это очень большой подспорь мне. Медицинский, строительный, сервисный, педагогический, экологический, производственный. Всего этим летом в Абруйске создано 39 отрядов, а это 499 человек. Зарплата зависит от выработки и сложности объекта. Неоценимым останется опыт. Итоги семестра подведут в октябре. Тогда же и наградят лучших. Отрадно отметить, что два студенческих отряда из числа учащихся Бабруйского государственного механико-технологического колледжа приняли участие в двух республиканских проектах. Это республиканский проект Толочин. Ребята трудились по сбору ягод. И республиканский проект Город молодости. Ребята работают на втором энергоблоке. Третий трудовой семестр завершится в конце сентября. А вот ребята из мечты прощаются с лагерем. Ровно на один год. Четвертая смена подошла к концу. На торжественной линейке награждают самых активных и талантливых. Лето говорит, до новых встреч. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели.